Ты омываешь свое тело водой. Дело не только в том, чтобы смыть грязь. Даже если на тебе нет грязи, можно заметить, что после рабочего дня, если ваша голова забита разными вещами, вы приходите домой, принимаете душ, как будто заново родились. Замечали такое? Дело не только в очищении тела и не в мыле, сама вода, стекающая по вашему телу. Вы можете окунуться в реку. Побудьте в воде 10 минут, и когда вы выйдете, у вас будет такое ощущение, словно вы заново родились. Потому что необходимо понимать, что это тело состоит из пяти элементов — земли, воды, огня, воздуха и эфира. В это время года в нашем йога-центре это место похоже на аэродинамическую трубу. Муссонные ветры из национального парка Silent Valley сосредотачиваются в долине. И когда ветер добирается до центра, он достигает скорости 70-110 км в час, в зависимости от времени суток. Так что в это время все наши люди делают садану, просто стоят на ветру вот так. Потому что это омовение ветром. Ты совершаешь омовение водой каждый день, но также можешь делать омовение ветром. Йогины всегда покрывали себя землей, но сегодня это превратилось в грязевые ванны в спа-салонах. Так что есть грязевые ванны, а также существует омовение огнем. Омовение огнем мы называем Клеши Наши Нагрия. Что значит действие, которое устраняет загрязнения, которые накапливаются вокруг вас. Потому что ваше тело не только здесь. Ваше тело не ограничивается этими рамками. Оно распространяется за пределы этих границ. Вы замечали, что, наверное, женщины более чувствительны к этому, чем мужчины. Не обязательно, чтобы кто-то прикасался к вам. Если кто-то подходит слишком близко, это не с точки зрения психологии. Это другое дело. Психологические и эмоциональные аспекты — это одно. Если кто-то оказывается к вам слишком близко, тут же возникает ощущение, что вам нужно увеличить дистанцию. Этот человек и не коснулся вас всего лишь так, на расстоянии. Но одно только — это вызывает некоторое беспокойство. Потому что тело не заканчивается здесь. Энергия распространяется чуть дальше. Насколько дальше — зависит от того, насколько сильны ваши жизненные энергии. Если ваши жизненные энергии по-настоящему сильны, вы можете заполнить ими весь этот зал. В противном случае они распространяются, по крайней мере, на небольшое расстояние. Для большинства людей это расстояние может составлять от 7 до 22 сантиметров. Так что, так же, как на теле собирается грязь. Если ты ездишь на мотоцикле, то можешь это заметить. Я становлюсь моложе каждый раз, когда выезжаю куда-то на мотоцикле. Потому что, если я провожу в дороге 4-5 часов, то, когда я возвращаюсь, люди говорят «Садгуру, у вас борода почернела, стала угольно-черной». И так же, как ты накапливаешь грязь на своем теле и затем смываешь ее, так же ты накапливаешь и другие виды загрязнения в своей энергетической системе. Это можно смыть водой. Некоторые загрязнения можно смыть таким образом. Если ты будешь проводить омовение воздухом, смываются некоторые другие виды загрязнений. Но подобный способ не всегда доступен. Вы даже можете заметить, что в наши дни вентиляторы работают с определенной скоростью. Если ваш вентилятор установлен на нужной скорости, если вы просто посидите какое-то время под вентилятором, то заметите, что-то внутри вас поднимается. Замечали такое? Небольшое омовение воздухом. Точно так же существует омовение огнем, которое вы называете «дришти». Может ли что-нибудь произойти из-за дурного взгляда человека? Это вопрос. Но жизнь вокруг вас определенно влияет на вашу энергетическую систему. Если внутри себя вы делаете духовный процесс, то есть какую-то крию, или занимаетесь медитативными практиками, то все это вам не нужно. Потому что вы знаете, как очиститься от всего этого изнутри. Если у вас этого нет, подобные вещи приобретают значение. Существует определенный способ. И еще несколько поколений назад люди владели им. Но сегодня я вижу, что они просто поджигают что-то и делают так. В центре йоги Иша мы выполняем Клешина Шинукрию в соответствии с наукой, так как она и должна происходить. Многие люди избавились от разных хронических заболеваний благодаря одному лишь омовению огнем. Один удивительный факт, который мы обнаружили недавно, заключается в том, что многие дети, страдающие от синдрома дефицита внимания, с нарушениями способности к обучению, в течение 6-8 недель после подобного омовения огнем резко менялись. Этого мы не ожидали. Так что твоя мама, осознанно или неосознанно, проводя для тебя омовение огнем, возможно, улучшила твои способности к обучению. Я склоняюсь перед ней. Она проводила омовение огнем. Субтитры создавал DimaTorzok